Добрый день, уважаемые коллеги! За последние десятилетия отмечен прогрессирующий рост числа больных колоректальным раком, занимающий в настоящее время второе место в мире среди всех локализаций рака. Ежегодно в мире регистрируется более 800 тысяч новых первичных случаев колоректального рака, и из них 440 тысяч летальных исходов. К факторам риска развития колоректального рака относятся хронические воспалительные заболевания толстой кишки, такие как неспецифический язвенный колит, также болезнь крона, курение, алкоголь, превалирование в рационе красного мяса, наличие сахарного диабета, низкая физическая активность и ожирение и повышенный индекс массы тела, что являются основными составляющими метаболического синдрома. Метаболический синдром – это комплекс метаболических гормональных клинических нарушений, в основе которых лежит первичная инсулинорезистентность и компенсаторная системная гиперинсулиномия. В популяции взрослого населения метаболический синдром выявляется у 10-30% населения, в зависимости от ее особенностей и используемых критерий в диагностике метаболического синдрома. В России его распространенность варьирует от 20-35%, причем у женщин он встречается в 2,5 раза чаще и с возрастом число больных увеличивается. К критериям отбора метаболическому синдрому относятся рекомендации Айдеев 2005 года – это наличие абдоминального типа ожирения в сочетании как минимум с двумя из четырех дополнительных критериев. Это повышение триглицеридов, снижение липопротеидов и сокой плотности, повышение артериального давления, повышение глюкозы, крови. Хотелось бы напомнить, к экстраклеточным визикулам относятся микровизикулы и экзосомы. Микровизикулы – это гетерогенная группа экстраклеточных визикул размером от 100 до 1000 нанометров, экзосомы – от 30 до 100 нанометров. Экзосомы принимают активное участие в процессах канцерогенеза за счет своего участия в процессах воспаления, имеют регумуляторное влияние, в частности, иммуносупрессивное, участие в ремоделировании строма, индукции ангиогенеза, влияние на процессы пролиферации, инвазии клеточной подвижности и адгезии, также участие в процессах химиорезистентности и формирования премитостатических ниш. 32% белков экзосом – это ферменты и, в частности, металлопротеиназы. Роль металлопротеиназа и индуктора имприн в прогрессии излокачественного образования достаточно известна. Они принимают активное участие в процессах инвазии и дифференцировки. И металлопротеиназ – это фермент, содержащий ионы металла в активном центре фермента. В экстраклеточных визиклах идентифицировано 11 металлопротеиназ, 6 – адампротеаз, 7 – адамтепротеаз, 3 – ингибитора ТИМП, имприн – индуктор металлопротеиназ. В рамках данной работы были изучены дитоспонин-ассоциированные протеазы экзосомы – это адам-10 и адам-17 протеазы, которые, в свою очередь, являются шедазами, то есть они принимают активное участие в процессе шейдинга от протеолизов, неклеточных доменов, то есть рецепторов ростовых факторов, факторов адгезии. К матриксным металлопротеиназам относятся секретируемые металлопротеиназы и мембранно-связанные металлопротеиназы. Наиболее изучены из секретируемых металлопротеиназы – это металлопротеиназы 2-го и 9-го типа. Все металлопротеиназы находятся в экзоклеточных визиклах незрелой и зрелой форме, обладают желатиназной и коллагеназной активностью, секретируемые металлопротеиназы, преимущественно локализованные на мембране экзосом. Активность металлопротеиназа и адампротеаза осуществляется за счет ингибитора ТИМП-1,2,3 и индуктора Эмприн. Источниками металлопротеиназа АДАМ-10, 17 протеаза и эмприн в экзосомах при колоректальном раке являются опухолевые клетки, тромбоциты, эндотелиоциты, моноциты по карафаге, стволовые клетки, фибробласты, клетки мезотели и экстраклеточный матрикс и плазма крови, в частности, для металлопротеиназ. В выделении экзосомы из плазмы крови было произведено метам ультрафильтрации с двойным ультрацентрифугированием. В исследуемую группу больных были включены 80 пациентов с колоректальным раком и были распределены по группам. Это локализованный колоректальный рак, местно распространенный с региональным метастазированием и первично диссиминированный, то есть с удаленными метастазами. В контрольную группу были включены пациенты 15 человек с колоректальными полипами. У всех групп пациентов были выделены экзосомы плазмы крови, проанализированные экспрессии АДМ-10, АДМ-17 протеаз, металлопротеиназа 2-9 типа и имприн в экзосомах плазмы крови в зависимости от клиника морковологических параметров. Исследование антопометрических показателей включало в себя измерение роста массы тела, окружности талии и бедер. Оценка степени ожирения проводилась на основании расчета индекса массы тела. Оценка состояния углеводного и липидного обмена включала определение уровня глюкозооксидазным методом общего холестерина, липопротеидов высокой плотности и триглицеридов. Выделенные экзосомы были охарактеризованы методом проточницы цитофлоуметрии на тетраспонина CD9, 24, 63 и 81. Стоит отметить, что превалировали CD9 и 24 во всех группах пациентов. АДМ-10 и АДМ-17 протеазы даже были оценены методом проточницы цитофлоуметрии. Хотелось бы отметить, что АДМ-10 положительные протеазы были преимущественно представлены у пациентов с колоректальными полипами. И если оценивать данные протеазы, то есть АДМ-10 положительные у пациентов с диссиминированным колоректальным раком и у пациентов с локализованным местом распространённым, то следует отметить, что у пациентов с локализованным колоректальным раком данные АДМ-10 протеазы была выделена в большем количестве по сравнению с пациентами с диссиминированным колоректальным раком, что является достаточно хорошим диагностическим критерием. Экзосомальные металлопротеиназы были оценены также медной проточной цитофлоуметрии. Металлопротеиназы 9 положительные были представлены преимущественно у пациентов с колоректальным раком по сравнению с пациентами с колоректальными полипами. У пациентов с колоректальным раком достаточно часто выявляются метаболические синдромы. У данной группы пациентов, исследуемых групп пациентов, 70% пациентов имели метаболический синдром, 20% – избыточную массу тела и оставшиеся пациенты без метаболических нарушений. Поэтому было достаточно интересно изучить влияние метаболического синдрома и его критериев на металлопротеиназы. Но не было выявлено стоверных взаимосвязей с самим метаболическим синдромом, также с холестерином высокой плотности, низкой плотности, с антропометрическими показателями стадии возраста пациентов. Но была выявлена стоверная взаимосвязь с триглицеридами и уровнем глюкозы. В заключении хотелось бы отметить, субпуляционный состав адампротеаз, экзосом колоректального рака различался у больных с неметастатическим и статическим колоректальным раком. Уровни металлопротеиназ 9 позитивных экзосом у больных с колоректальными полипами и колоректальным раком статистически значимо различались. Таким образом, актуальным является дальнейшее изучение популяции экзосом, экспрессирующих металлопротеиназ и индуктор имприн для диагностики колоректального рака. Не выявлено взаимосвязи экспрессиями металлопротеина с имприн в экзосомах с наличием метаболического синдрома, антропометрическими параметрами, уровнем общего холестерина, холестерина лип-протеидов низкой плотности, лип-протеидов высокой плотности, однако вывелены взаимосвязи с уровнем триглицеридов и глюкозы. Необходимо дальнейшее исследование по изучению характеристик экзосом, ассоциированных с метаболическими нарушениями, и возможности их использования в качестве диагностических, прогностических и предикторных маркеров. В данной работе принимал большой коллектив, это сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины, в частности, Светлана Николаевна, Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, ну и большой коллектив, на базе которого проводилось данное исследование, неонкологии Томского НИМС. Большое спасибо за внимание. Вопросы? Нет, тогда можно я такой сформулирую вопрос? Вы делаете выводы про то, что профиль этих протеинаст на поверхности экзосом как-то связан с метаболическим статусом? Были какие-то группы пациентов, которые по этому признаку формировали и сравнивали? Да, специально пациенты набирались по этому признаку. То есть были исследованы все пациенты с колоректальным раком, то есть первичные, без какого-то неодевантового лечения, и пациенты сразу были распределены на группы. То есть 70% составляли пациента с метаболическим синдромом, то есть по критериям метаболического синдрома все критерии у них были. Они там тоже различались по группам. Выраженный метаболический синдром, они бывают 5-компонентный, 4-компонентный, 3-компонентный. Метаболический синдром 20% всех пациентов. Это пациенты с метаболическими нарушениями, то есть пациенты в будущем с метаболическим синдромом. То есть на данный момент у них не было всех критериев метаболического синдрома. И пациенты без метаболических нарушений, ну таких было достаточно мало, это всего лишь 10% пациентов. То есть вообще метаболический синдром, он характерен для пациентов с колоректальным раком, Поэтому было достаточно интересно изучить его влияние на металлопротеиназы и АДМ-10-17-протеазы. А нет смысла вообще колоректальный рак в данной ситуации за скобками оставить? Нет, тут видите, метаболический синдром, он же связан с колоректальным раком, и данные материалы были выбраны именно у этих пациентов. То есть разные локализации, они по-разному влияют. Если мы возьмем, например, рак эндометрии, и тот метаболический синдром, он сам по себе метаболический синдром у тех групп пациентов, он совсем другой. Ну да, такая глубокая, далекая тема. То есть можно просто задаться вопросом, а нет ли этих нарушений просто в ситуации развития метаболического синдрома как такового вне связи с параллельно возникающей какой-то онкологией? Нет, метаболический синдром у нас достаточно хорошо изучается, вернее глубоко изучается на базе данного, ну не только именно этой работы вообще в институте, и у пациентов с раком эндометрии, у пациентов с раком яичников, у пациентов с колоректальным раком. И мы видим достаточно большую разницу по виду метаболического синдрома, по компонентности метаболического синдрома. Поэтому достаточно сложно объединить просто метаболический синдром и все локализации тоже сюда, в эту группу включать. Вот да, я про вот это и пытаюсь. А, просто метаболический синдром у пациентов, то есть у здоровых пациентов, ну такую группу да, мы не включали. Не включали? Не включали. Ну да, как-то вот очевидный вопрос. В любом случае, спасибо большое, очень интересно. Спасибо.